Друзья, всем привет! Вы на канале анекдот-транзит от Карыча. Сегодня у нас специальный выпуск новогодний. Всех с праздником! Будем читать новогодние анекдоты. Папа, папа, почему ты обиделся на маму? Понимаешь, доченька, на Новый год я подарил маме норковую шубу, а она мне набор для бритья. Папа, папа, а ты тоже хотел норковую шубу? Миленький такой анекдот. Доктор, каждый раз, когда я просыпаюсь утром после корпоративной вечеринки, у меня какие-то круги под глазами. Из-за чего это? Ну-ка, дайте-ка посмотреть. Это у вас аллергия. На что? На побои. Ты чего такой нарядный? Пир во время чумы. А, новогодний корпоратив? Да. А змеем Горынычем будет Василий Степанович. А чё это сразу я? А вы на каждом корпоративе в три глотки жрёте. Корпоративная тема продолжается. После корпоратива жена звонит мужу. Дорогой, я домой не могу доехать. Приедь. Забери меня. Пожалуйста, приедь за мной. Хорошо. А тебя откуда забирать? Я на первом этаже. Возле лифта. Чем вчера корпоратив закончился? А то я совсем ничего не помню. Да сама не помню. Но пацаны рассказали, как ты напилась и на столе стриптиз танцевала. Врут они. Врут. Не умею я стриптиз танцевать. Вот и они сказали так, что не умеешь. Один приятель другому. Возвращаюсь я как-то с корпоратива и вдруг сзади. Стоять! Стоять! Ну! А ты-то чего? Да как я там стоять? Я как полз, так и полз. Тренд 2020. Как называется варенье без вкуса и запаха? Ковидло! 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 Деда Мороза накрыло. Верите ли вы в существование Санта-Клауса? Санта-Клаус не существует. Мне об этом сказал сам Дед Мороз. 31 декабря мужик ставит табуретку и накидывает веревку на люстру. Вдруг распахивается дверь и вваливается пьяный Дед Мороз. Плюхается на диван, смотрит на несчастного мужика и спрашивает. Чего это ты там делаешь? Эй, жизнь кошмар. Не могу я больше. Надоело. Вот решил. Да. Ну, раз ты все равно на табуретке, стишок расскажи. Утренник в детском саду, посвященный 8 марта. Посередине праздника один мальчик начинает рыдать. Его все успокаивают. Перестань, перестань плакать. Ну, в чем же дело? Дед Мороз не пришел! Что ты подарил жене на Новый год? Путевку в Таиланд. А она тебе что? Улетела. Идет Дед Мороз, навстречу девочка. Подходит и говорит. Здравствуй, дедушка. Здравствуй, внученька. С наступающим тебя. Только подарочка у меня для тебя нет. Ничего, дедушка. Я и деньгами не откажусь. Мама, 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 елка горит. Сынок, не горит, а сияет. Мама, 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 шторы сияют. Первое января на столе записка. С Новым годом, любимый. Рассол в холодильнике. Доченька, а что ты пишешь? Письмо Деду Морозу. Не рановато ли? Ведь еще только 22 ноября. Я думаю, что в самый раз, а то потом все подарки расхватаю. Новогоднюю ночь маленький мальчик проснулся от какой-то возни возле елки. Он протер глаза и увидел Дедушку Мороза, раскладывающего подарки. Дедушка Мороз, Дедушка Мороз, я знал, что ты есть. Я так рад, я так рад. Ты меня увидел, мальчик. Теперь мне придется тебя убить. Первое января родители звонят по телефону. Сынок, как Новый год встретил? Сын с большим трудом, понимая, о чем вообще его спрашивают. А я его не встречал. Он сам пришел. Я этот Новый год отмечал на Гавайях. Кругом загорелые девушки, море, пляжи. Второй говорит. А я в Индии, верхом на слоне, тепло, фрукты, приветливые индианки. Третий говорит. А я Новый год отмечал с вами и с нашими женами. У нас на кухне. Только, сука, я не курил. Как-то перед Новым годом Фима пришел домой и решил разыграть свою жену Соточку. Переоделся Дедом Морозом. Сначала достал из мешка подарки. Потом хорошенечко, многократно ее поздравил. Ну, во всех мыслимых и немыслимых позах. После чего включил свет и стал смотреть телевизор. Боже мой, Фима, так это ты? Друзья, пишите свои анекдоты в комментариях. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всех с праздником. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok